Джентльмены, Антонио с вами. Сегодня мы с вами поговорим о том, как носить костюм без галстука. Я поделюсь с вами пятью советами, как отказаться от галстука, когда вы надеваете пиджак или костюм. Для этого видео я буду использовать два термина по очереди. Давайте уточним. Костюм – это когда у вас есть пиджак и брюки из одной ткани. Но я знаю, что многие из вас носят просто пиджаки или блейзеры, и вы можете задаться вопросом, а можно использовать эти советы для такого выбора? В целом, да. Если вам потребуется больше информации, то переходите на статью. В этой статье я ухожу в детали и подробно рассказываю о всех нюансах. Ребята, пишите в комментариях, дайте мне знать, если вы согласны с этим. Может, вы из старой школы и скажете, «Антонио, всегда, когда надеваешь костюм, то необходимо надевать и галстук». Или вы скажете, «Антонио, я всегда хожу без галстука». Ребята, мне нравится учиться у вас, так что дайте мне знать в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Совет номер один – убедитесь в том, что обстановка располагает к тому, чтобы не надевать галстук. Понятное дело, что носить костюм без галстука – это не такое уж бунтарство, как, например, надеть кожаную куртку. Но это все же сигнализирует о том, что этот парень знает, чего хочет. Особенно, если вы заходите в помещение, и все остальные носят галстуки. Да, на вас пиджак, но вы решили полностью отказаться от галстука. В некоторых случаях это может выглядеть отлично. Если у вас в компании есть дресс-код, в котором надо ходить в пиджаках, то многие могут подумать, что надо также носить и галстук. Но вы можете быть тем, кто скажет, «Эй, у меня есть пиджак, так что я соблюдаю правила, но я ношу его в моем стиле». Возможно, вы из Кремниевой долины, вы хотите одеться так, чтобы пойти в банк, и в то же время вы никогда не носили галстука и не собираетесь этого делать. Возможно, вы только что выпустились из университета и окончили юрфак, и идете на интервью в консервативную такую юридическую компанию из Нью-Йорка. В таком случае как вы поступите? Тоже будете противиться и говорить, что не наденете галстук? Или вы все-таки примете тот факт, что это культура этой компании, и, возможно, мне надо надеть галстук? Танец отца и дочери. Ваша маленькая девочка ожидает, что вы оденетесь наилучшим образом. Все остальные отцы будут с галстуками, и вы захотите несколько фотографий, где ваша дочь поправляет вам галстук. Просто провести приятное время с вашей дочерью. Думайте о ситуации. Если для вас в норме вещей отказаться от галстука, тогда дерзайте. Но, джентльмены, я не хочу, чтобы вы теряли уверенность из-за того, что вы не надели галстук, когда его лучше было бы иметь при себе. Пункт номер два. Воротничок – это основное. Галстук делает обрамление для вашего лица, и у вас больше не будет этой штуки, которая стягивает все вот тут. Так что надо быть уверенным в том, что у вас стильный и хорошо выглядящий ворот. Просмотрите это видео. В нем я детально рассказываю, как создать и следить за этим воротником. Летом все начинается с разреза. Посмотрите воротник на миллион. Я раньше говорил об этом в стартапе. Я думаю, они делают классную работу, помогая сделать из вашего сумбурного воротника нечто серьезное и стильное. Также надо убедиться в том, что ваш воротник выглажен, и у него есть разъемы для держателя. Если есть, то вденьте туда металлические или пластиковые держатели. Сделайте все, что надо, чтобы эти две стороны рубашки выглядели на отлично, потому что в таком случае воротник будет указывать и подчеркивать ваше лицо, и люди, когда будут смотреть на вас, они заметят все эти детали. Вы точно не хотите, чтобы ваш внешний вид выглядел расхлябанно из-за слабого воротничка. Итак, мы подошли к вопросу о пуговицах. Так как у нас нет галстука, нам надо решить, у нас будет расстегнута одна или две пуговицы на рубашке. Может, кто-то из вас расстегнет даже и три, и четыре пуговицы. Я буду говорить только о первых двух. Итак, когда вы выбираете расстегнуть две пуговицы, то вы должны понимать, что это подходит для особого случая, стильного образа, когда вы хотите выделиться. У меня пиджак с тремя пуговицами, и поэтому он немного стягивает тут сверху. И потому что у меня стойкий воротник. И в целом это выглядит довольно прикрыто. Я себя чувствую хорошо и довольно уверенно в таком образе. Но если вы оденетесь так на работу, где все в офисе ходят при галстуке, и у вас будет рубашка распахнута больше, чем следовало, то все вокруг могут подумать про себя. Кем это он себя возомнил? Обращайте внимание на окружающую среду, в которой вы находитесь. Если вы достаточно смелы, и у вас подходящее положение в компании, чтобы расстегнуть рубашку, отлично. В другой ситуации, возможно, вам больше подойдет расстегнуть только одну пуговицу. Пункт номер четыре. Он также перекликается с количеством пуговиц и связан с вашей футболкой. Держите футболку вне поля зрения. Не стоит расстегивать рубашку и показывать всем вашу майку. Так что футболка с круглым воротом, скорее всего, не самый подходящий вариант, если вы собираетесь выйти без галстука и ходить с расстегнутыми пуговицами. Дайте мне знать в комментариях, что вы думаете. Потому что мне кажется, что футболка с V-образным вырезом куда более годится для такого случая. Кто-то из вас скажет, «Антонио, у меня много волос на груди». Может, в этом случае вам лучше всего подстричь волосы? Да, я лоббирую подстригание волос. Немного, если они совсем вышли из-под контроля. Главное, это точно избегать скомканной белой футболки возле воротника. Пункт номер пять. Это сфокусироваться на других аксессуарах. Так как у вас не будет галстука, то глаза людей будут бегать и высматривать другие детали вашего внешнего вида. Догадываетесь, что это может быть? Карманный платок, часы, ваша обувь и любые другие аксессуары. Так что хорошая идея прокачать их на следующий уровень. Если речь идет о карманном платке, рекомендую попробовать носить карманный платок. Это не обязательно должно быть что-то модным. Можете попробовать просто белый платок. Это сразу будет выглядеть уже круто. Ваша обувь. Возможно, вы захотите надеть туфли из цельного куска кожи. Очень элегантная обувь. И те, кто посмотрят вниз на ваши туфли, подметят этот факт. А все потому, что они не будут привязаны взглядом к вашему галстуку. Часто, когда люди смотрят на человека с галстуком, то они впиваются в галстук взглядом и не смотрят по сторонам. Без него, скорее всего, они будут искать что-то глазами. Так что можно использовать различные виды обуви. Да даже лоферы с кисточками могут выигрышно смотреться в таком необычном образе. Особенно, если на вас костюм более светлого тона и на улице теплая погода. Все эти туфли от Пол Эванс. Ребята, на этом все. В статье я даю еще несколько советов. Больше, чем эти пять. Мне нравится так делать. Но если вы говорите, Антонио, мне надо больше информации про стиль. Угадайте, у меня есть тонны бесплатных книг на сайте Real Men Real Style. Так что хватайте их. Я иногда перебираю их, и вы можете больше никогда не увидеть некоторые из книг. Так что заходите и скачивайте. Ребята, пишите комментарии, и увидимся в следующем видео.